Привет, меня зовут Елена Рассохина, и я хочу поделиться с вами своими мыслями по поводу некоторых странных и не очень событий последних дней. И сегодня мы с вами для начала пробежимся по космическим новостям. Во-первых, 27 марта станция Юнона передала на Землю очередную пачку фоток Юпитера. Фотки загружены в сеть, и сейчас астрономы и астрономы-любители добывают из сырых RAW-файлов яркие и красочные снимки Юпитера. Вот, например, штормливый северный полюс Юпитера, а это завитушки на вершинных облаков. Меня очень фотки порадовали, например. Все ссылочки, как всегда, в описании под видео на ютубе. Таким газового гиганта вы еще не видели. А еще есть фотка полярного сияния с МКС. Тоже красотища. Но поехали дальше. Станция Кассини работает с 2004 года, и ее топливо скоро кончится, поэтому НАСА спланировала операцию «Торжественный финал» и поделилась видосиком с симуляцией запланированного крушения аппарата. Перед своей кончиной Кассини сделает несколько маневров, совершит 22 пролета в узком пространстве между Сатурном и его кольцами, после чего он ронет прямо в атмосферу планеты, и там сгорит. По крайней мере, таков план. Если станцию не собьет кусок мусора из колец планеты. Уничтожение Кассини запланировано на 15 сентября этого года, и в случае удачного исхода мы получим еще кучу новой инфы о Сатурне, которую аппарат соберет на пути к своей гибели. Ну и, наконец, немного инфы о недавно обнаруженной планетной системе Трапест-1 и ее обитаемости. В общем, жизнь в этой системе, скорее всего, невозможна, потому что на звезде системы очень часто происходят вспышки высокоэнергетического излучения, в среднем каждые 28 часов. Так что атмосфера на планетах, скорее всего, расколбашивает постоянно, и даже с очень мощным магнитным полем у экзопланет просто нет времени восстанавливаться от геомагнитных бурь, которые в сотни раз и даже тысячи раз сильнее, чем те, что бывают на Земле. Напнявши на что-нибудь интересненькое, скидывание на вас на котелок. И продолжу сегодняшнюю историю коротенькой затравочкой. Долгожданная битва гигантских роботов между США и Японией, о которой я неоднократно упоминала, наконец получила дату. Ну, или почти. Махач обещает устроить в августе этого года. Правда, где до сих пор остается тайной. А теперь погнали дальше. Специалисты из Российского национального исследовательского технологического университета МИСИС создали новый материал для пломбирования зубов с длительным антисептическим эффектом. Его обеспечивают содержащиеся в материале наночастицы оксидов таких металлов, как титан, железо, цинк и некоторых других. Помимо того, что эти частицы разрушают клетки бактерий, которые могут со временем завестись между пломбой и зубом, они улучшают физические свойства материала, снижая усадку пломб при затвердевании. И еще один бонус. В отличие от антибактериальных средств, эти частицы никак не расходуются, поэтому сохраняют свои свойства на протяжении всего срока службы. Пломбы выпадают из-за того, что в зубе постепенно образуются микротрещины. Из них образуются полости, в которых еще и бактерии могут завестись. Поэтому нередко после выпадения пломбы в зубе обнаруживается кариес. И этот материал должен, в принципе, эти проблемы решить. Сейчас новинку уже используют для пломбирования на стоматологическом факультете в Кировской государственной медицинской академии. Вот и славненько. Ну а напоследок кошмарненькое и смешное. Вы, может быть, помните, как я рассказывала про инцепционизм? Картины, написанные нейронными сетями. Так вот, наткнулась я на видос, который обращает все предыдущие творения в детский лепет. Программа обработки изображений, как правило, находит какую-то конкретную закономерность и дополняет ее. Иногда они находят ее там, где ее нет, из чего получается, мягко говоря, странная картина. Но вот когда такую прогу наложили на видеоурок Боба Росса, живописца, который в 80-х вел свое шоу на ТВ с уроками быстрого рисования, получилось что-то по-настоящему кошмарное. Боба Росса люди смотрели и продолжают смотреть не только ради техник быстрого письма маслом. Например, моя знакомая смотрит и ради успокаивающего эффекта. Его голос и манера повествования работают почти как антидепрессант. Но и на голос ведущего сеть наложила свои... руки. Жутики, короче. Ну а вы, ребята и девчата, не забывайте подписываться на Неновости и ставить лайк этому выпуску, если он вам понравился. Ну а я хочу поблагодарить всех тех людей, которые поддерживают проект Неновости на you.support.com. Спасибо вам. С вами была Елена Рассухина. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok